Мой дружок пирожок, совсем скоро глобальное обновление, не упусти такой шанс. В моей группе по прокачке сейчас проходит акция. Всего 2 дня в 2 раза больше валюты на долларовый пакет прокачки для ПК. Прокачим быстро и качественно. Прокачка доступна на все платформы, как на ПК, так и на PS4 с Xbox. Переходи по первой ссылочке в описании и заказывай самую надежную прокачку для своего персонажа в GTA Online. Здравствуй мой дружок пирожок, ты готов? А, новая бонусная неделя в GTA Online продлится до 20 июля, до вторника. А в этот вторник по утверждению ТС Фанза как раз так и выйдет новое глобальное обновление в GTA Online с новыми тачками, ограблениями и возможностями. Вероятнее всего Рокки скоро сделают анонс, ну и трейлер этого обновления разумеется. Так что осталось совсем немного до взрывного контента. Ну а на этой бонусной неделе Рокки решили побаловать нас семью новыми режимами в выживаниях. В одно из этих выживаний мы обязательно скатаем. Но сейчас по традиции к скидкам. Револтер, который не так давно был в казике, сейчас можно забрать со скидкой 30%. Я уже сделал обзор на этот спорткар, кто не видел, зацените. На желтом сайте со скидкой уже 40% пытаются впарить нам сламтрак. Ущербный эвакуатор, который Рокки позиционирует как трамплин. Только вот взлететь с этого трамплина невозможно, мешает кабина. Но кто течет по такому стилю, забирайте. Тюнинга много. Еще одно бесполезное чудо. Ветер, отдают со скидкой 30%. Тратить бабки на это сейчас я настоятельно не рекомендую. На кота также со скидкой 30%. Дедовский истребитель за вэр прайс даже с учетом скидки. Бабушка, большой и вместительный многофункциональный самолет, вселяет страх. Особенно из-за ценника. Сейчас можно забрать со скидкой 30%. Молоток сейчас тоже со скидкой 30%. Потрясающие дизайны и характеристики. Но брать сейчас это не нужно. Впереди одного, подумай прежде чем сливать свои бабосики. Каргобоб сейчас отдают за лям с небольшим. А это между прочим скидка 40%. Если вы без конца фармите на транспортном складе, то можете взять. А купить вы его сможете только после 14 доставки автомобиля высшего класса. Лухури Котьер Лампа Датти Торы отдают со скидкой 40%. У кого есть суперяхта в максимолочке, у того уже есть свой суперкотер. Поэтому опять же это беспечная трата денег. Кракен за скидкой 40%. Цена привлекательна. Для изучения морского дна пойдет. Но если 5 лет назад такое было эксклюзивом, то сейчас есть 4 техники, которые способны на глубоководное погружение. Из недвижки скидка на все гаражи. И если вдруг у вас все забито под завязочку, а слоты под недвижку имеются, то рекомендую купить какой-нибудь недорогой гараж на 10 автомобилей. Ибо в обнове будут тачки, и их будет много. Если же нет ни мест, ни слотов, ждите обновления. С большой долей вероятности Рокки добавит слот под недвижку, а также новую недвижимость с множеством мест под автомобили. Теперь к бонусам. Их тут совсем немного. Тройные выплаты сейчас действуют на все события свободного режима. Поэтому залетайте в свободную сессию, и ждите ивенты из списка. Не забудьте только в параметрах отображения все это включить. Если в свое время все подключали. Ну и двойные выплаты на выживание, куда собственные добавили 7 новых карт. Я напряг паблика скатать на одной, и знаете, очень сомнительная карта. Я на ней не нашел укромного местечка, где можно было защититься на 100%. По сути вы находитесь в центре, и в какое бы укрытие вы не залезли, со спины или сбоку вас смогут атаковать. Мы сдержали всего 5 волн, на 6-й всех расхуярили, а Павлик нашел единственное более-менее укромное местечко. Зона очень маленькая, поэтому не разгуляешься. По поводу фарма на таком режиме, он сомнителен. Особенно для тех, у кого есть оружие и его много. Денег дают тут мало, и львинная доля из этого уйдет на те самые патроны и снаряды, которые вы сольете в этом выживании. Можно конечно подбирать все, но как показывает практика, настреляешь ты все равно больше. Ну и в Казике у нас Ротинью Марк 2. Вот просто взгляните на это, да, и это крутится как призовой транспорт в единственном казино Лос Сантоса. Будто администрация Казика забрала за долги этот старый дедовский москвич, нацепила на него неокрашенные арки за место сгнивших, отмыла, и выставила как трофей. Автомобильчик неплохой, но это точно не подиумный автомобиль, по крайней мере не в таком тюнинге. Ну и по новой бонусной неделе все. Продлится она долго, а месть где пофармить особо и нет. Поэтому остается только Кайперика, и бабки лучше на этой неделе зарабатывать, а не сливать. Ибо в новой обнове можно остаться с носом, кто его знает куда поедет крыша уроков после того как они добавили фарм Кайперика. Им тоже нужно есть, а чтобы заставить покупать акульи и карточки, необходимо завышать цену, чтобы даже фарм на Кайперика не был таким имбовым. В любом случае тематика грядущей обновы меня радует, надеюсь реализация всего этого нас не разочарует. Всем гостям канала я рекомендую подписаться, чтобы не пропустить анонсы и разборы нового обновления. Ну а дружочкам пирожочкам респект. На этом все, всем бэбэ, всем гэгэ. Субтитры сделал DimaTorzok